Добрый день, дорогие слушатели, а также и телезрители наши, YouTube-зрители. Сейчас в эфире программа Votum – политика воскресного дня. Для вас в этой студии работают Наталья Морозова и Дмитрий Сказарновскис. Можно я вас назову экспертами политики? Ведь политика – это то, что нас всех объединяет, где каждый, сидя дома на диване, разбирается в политике лучше любого лидера, лучше любого политика. Мы что же можем сказать, что мы с вами эксперты? Диванные. Диванные, да, я хотела бы сказать, что именно кухонные эксперты. Кухонные, диванные эксперты. Ну, начало уже положено. Во-первых, я вас всех поздравляю, в Германии прошли выборы. Можно сказать, что это праздник для нас всех, которые живут в Германии? Они прошли, и это хорошо. Они и состоялись, и это хорошо. Давайте немножко тогда перейдем к выборам. И, может быть, начнем с такого. Что запомнилось самого яркого, вот какой момент в каждой партии? Вот с чем у каждого из нас ассоциируется партия? Давайте так вот по списку, ну, наверное, по старшинству от СПД. Ох, СПД у меня ассоциируется исключительно с Лаутербахом, с его кошмарным голосом, мимикой. И он человек, который меня лично повергает в сон, причем вот так. А вот 40% за него проголосовали, то есть он набрал очень много голосов. Со мной было, значит, сколько же их оказывается среди нас? Может, если он владелет этой техникой сна, и люди сможем? Идут, и опускают, и опускают. Жаль, он не у нас был, но вы проверили на нас, да, то есть насколько это работает. Ой, нет, лучше нам не надо проверять. Я столько не выпью, ради бога, не надо, нет, только нет. Дима, СПД, с чем у тебя ассоциируется? Ну, с чем она мне ассоциируется? Ну, в принципе, особых ассоциаций нет. То есть, в принципе, для меня эта партия понятна. То есть, больше я ориентируюсь на ее экономическую составляющую. То есть, я все-таки надеюсь, что с этой партией, вот, те... Ты, извините, я говорю, ты ориентируешься на ее финансовое составляющую. Это личное и финансовое состояние. И у них хорошее и финансовое состояние, но я надеюсь, что они, по крайней мере, смогут поднять состояние, ну, не очень обеспеченных граждан Германии. Вот, есть на это надежда. Надежда юношей питает, как известно, да, потому что мои надежды, Ну, они позиционируют себя так и так, что... В общем-то, мы же верим партии, мы же верим предвыборным обещаниям. Мы наивны. Хорошо. У нас же есть юношеский такой задор, да, и наивность. Вот, поэтому, в принципе, да, то есть, эта партия, ну, так, для меня она предсказуема, как и, в общем-то, все другие партии, вот, о тех, о которых мы сегодня будем говорить. Ну, мы сразу договорились, да, то есть, можно говорить, ну, из нас нет членов партии, то есть, какую-то партию мы не берем. Не берем. Не берем. То есть, мы берем все партии, нам вообще все равно, о ком, о какой партии говорить. Абсолютно. Мы к ним, ну, не тройны, мы не привязаны. Эта программа не проплачивается ни одной из партий. К сожалению, да. К сожалению. Намет болит. Поэтому мы, в принципе, можем говорить все, что думаем про каждую партию. Это вообще желательно. Не только про партию. У меня СВД ассоциируется с плакатами. Я, как бывший фотограф в прошлом, мне, в принципе, такой, яркий красный цвет, черно-белая фотография. При этом такие ракурсы, ну, вот, дядьки, вот, Олаф Шольц, вот, такой, вот, батя, вот, все так, вот, уже по-нашему, вот, на плакатах. Если, например, сравнивать с ФДП, Кристиан Линднер, там немножко такое, ну, я не верю. Вот я смотрю на лицо, я не верю. Ну, как-то такой угловатый ракурс, какая-то улыбочка скользкая. А здесь, прям, вот, я как-то шел в магазин, и возле магазина плакат, и висит СПД красный, что, типа, там, бундесканцлер, Олаф Шольц. Я иду, мне надо было купить, ну, какую-то мелочь. Я иду, а он на меня смотрит, ну, Олаф. Вот я иду, иду, я уже подхожу к нему, и я ловлю символические мысли, я забыл, куда я иду. Настолько, вот, вот, настолько мы с ним глазами, знаешь, это дуэль глаз. То есть, кто из нас свернет, и не он не сворачивает, и я не сворачиваю. Так ты врезался. Я просто подошел к нему, так, знаешь, вот, долго друг от друга смотрели, и потом как-то уже, ну, вот, сыграла для меня именно графическая составляющая. Мне когда-то нравилось, тоже черно-белые снимки были, по-моему, ФДП на коммунальных выборах. Они использовали, да. А тут прям вот красное, черное, белое, такие цвета, знаешь, ну, я бы сказал, патриотизма для меня. Ну, я просто, ну, все... Так что плюсик веб-дизайнеру. Ну, в общем, да. Я бы дал бы большой плюс пиар-агентам, которые это сделали, потому что, когда весь город ты проезжаешь, и этот красный цвет выделяется, вот, чисто в плане маркетинга мне это понравилось. Как бы, да, плюс, я не знаю, кто это делал, хочу передать привет, отлично заработал. А мне вот зеленые человечки очень понравились. Как мне ходила, смотрела, вот, партия зеленых, ну, просто поразительно, как можно было придумать такое, все лица, все фотографии сделать абсолютно зелеными. То, что они тонированы все зелеными. Да, 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 это, по-моему, это просто что-то невероятное, как анатив кобальтов, и кобальтов не знает разницу. Я вспомнил, ну, что, Шрек, помнишь там? Да, 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 вот, 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 вот. Зеленый цвет у них, фотошоп. Ну, нет, да, зеленый цвет у них, они знают, где зеленый цвет у них в фотошопе, это замечательно. Но это производит невероятное впечатление, то есть, как бы, да, не то, не того покушали. Вторая партия, которая набрала, там, кстати, по поводу набора голосов. Мы все знаем этот прикол, когда телеканал РД заранее разместил. И, кстати, похожий, да? Да, да. Дим, ты не представляешь? Я такой, думаю, ну, хорошо, первая реакция, ну, да, может быть, география. А потом думаю, а представляете, если действительно совпадет? Ну, практически совпало. Но там, что, пару, тройка. Один процент, по-моему, они не угадали. И думаю, ну, если вот будет момент, где оно совпадет один к одному, тогда уже будет больше вопросов, чем ответов. Итак, переходим к партии ЦДУ. Наташа, что у тебя с ней связано? Ой, ну, у меня с ней связано одно имя, которое, в общем-то, нас преследовало, я бы сказала, 16 лет, поэтому... Практически наше детство. Да, наше юность. Юность детства. Ну, правильно, провели под знамением этого имени, которое я, честно говоря, слышать просто больше не могу. И раньше тоже не могла, а сейчас просто я... Лично неприязнь. Лично неприязнь, да. Даже вот не побоюсь сказать, ну, что делать. Выпью прямо рюмочку другую, когда она попрощается окончательно, и горизонт освободит. Вопрос ребром. Да. Она прощается, тебе звонок говорит, можно я с тобой выпью тоже рюмочку? Ты с ней, ну, выпьешь? Нет, она будет послана. Даже так ничего себе. Да. Это, по-моему, надо об отдельном программе. Мне было бы интересно, да, мне было бы интересно, конечно, выпить. Столько знает человек, столько пережил. Да, сколько мы пережили, Наташа. Ну, и мы пережили. Да, вот это вот вопрос для меня лично. Сколько мы пережили результаты того, что она знает. И пережила. Так что, не мой человек, нет. Дим, СДУ. СДУ и... СДУ и что? С чем тебя ассоциируется? А, с чем... Ну, наверное, все-таки, да, действительно, я тут соглашусь с Наташей. Все-таки, такая личность, такого масштаба, наша канцлер, которая нас покидает. То есть, конечно, она сделала... Ну, в хорошем смысле этого слова покидает. Ну, я не знаю, как и бывают разные смыслы, да? В данном случае это только хорошее. Я надеюсь, мне это хорошее. То есть, она вот уже начала заниматься фотосессией. Правда, нашла позиционного бугая, который ее клюнул. Вот, но, в принципе, да, то есть, Меркель делала, конечно, очень много за свой период, за свои периоды правления, именно в том направлении она развивалась, что, кроме как с ней, партия ни с кем не ассоциируется, да? То есть, она, в общем-то, старалась, в общем-то, убрать из поля зрения всех политиков, которые могли с ней соревноваться. Тебе кажется, что это была ее миссия убрать сильных политиков? Ну, если в этом миссия, да, тогда она здесь правильность. Ну, одна из, да, что вот, как бы она не допускала конкурентов. Она не допускала конкурентов. Ну, если так посмотреть, знаешь, как вопрос, если не она, то кто? Да, ну, вот мы дошли до того, до той ситуации, когда, действительно, Германия уже подошла к тому моменту, когда уже, действительно, вопрос, а если не она, то кто? Поэтому я, в принципе, рад, что состоялись выборы, что у нас появились хоть не новые лица, да, то есть мы не все знаем, но, в принципе, возможность хоть какого-то выбора. Потому что, ну, все-таки, право были отцы-основатели Америки, да, которые говорили, вот два срока, это вот замечательное время для того, чтобы правитель смог сделать то, что он хотел. Да, и пусть он должен уйти, какой бы он нехороший ни был, все, вот два срока, вот это и называется вовремя, да. То есть я уверен, что с Меркель произошло то, что она вовремя не ушла, вот, и уже совершенно был натянутый четвертый срок, и уже, действительно, уже после третьего начались такие уже моменты, когда Меркель больше считала Германию, ну, такой своей вотчиной, да, то есть уже исходя из больше своих каких-то представлений, да, то есть чем из представлений о благе народа, скажем так, да, то есть уже благо народа стало больше трактоваться как ее личное благо, ну, то есть вот как она считает, так вот оно и должно быть, да, то есть и в этом, как бы, главная, наверное, к ней претензия, вот, ну, и действительно, то есть СДУ, и как мы показали выборы, не очень ассоциируется пока с новыми лидерами, да, то есть вот Армину Лашаду не удалось показать, что он может стать новым лидером, именно в тени остался нашей канц, нашего канцлера. Ну, я хотел бы еще дополнить, что по результатам выборов СДУ в этот раз набрало меньше всего за всю историю послевоенной партии, то есть такого минимума никогда не набирали, то есть полный пролет. Да, у них полный пролет, то есть это действительно такое поражение, которое, конечно же, сыграется и на биографиях личных, да, то есть будущее Лашаду тоже под большим вопросом, вот, то есть его главный конкурент, который ему там дышит спину, это Баварский, да, то есть, пример, Маркус Зёдер, да, Маркус Зёдер, но он тоже показал не слишком хорошие результаты, поэтому, в общем-то, партия находится в таком раздрае, но что, в принципе, и понятно, да, то есть у партии просто не было, кроме как вот фронтального, да, вот это фронтального персонала, да, фронтвума, да, фронтвума, не было вообще ничего другого. И, конечно, за такой короткий срок, то есть было сложно вообще показать, что, в общем-то, партия может руководиться кем-то другим, ну, то есть, еще избиратели в это не поверили. Я думаю, вот в этом главная проблема унион, да, то есть все вместе, и ЦСУ, и ЦДУ, вот, но, в принципе, это же выборы, да, то есть, там, сегодня там провал, завтра они снова будут там на коне. Главное тоже, ну, после, да, или послезавтра, да, смотря. Но они обещали договориться до Нового года. Олаф Шольц выступил. Ну, непонятно, какого. Новый год может быть. Мы до Нового года создадим коалиции. Есть ли возможность, что, например, они объединятся в коалицию ЦДУ и СПД, которые сейчас, вот, ну, конкуренты, и во время предвыборной кампании сказали, нет, мы объединяться не будем, один из нас выйдет с флагом. Ну, а сейчас, по-моему, речи уже об этом нет, я не знаю, я сегодня читала прессу, я так понимаю, что речь идет только о том, что ЦДУ может какое-то предложение, так сказать, внести, да, о сотрудничестве. Руки сердца, да, да, или там, не знаю, чего, вот. Ну, на самом деле, в 2017 году тоже никто не говорил, что будет коалиция между СПД и ЦДУ, да, то есть, как бы, как бы, СПД всегда было против и говорило, нет, мы ни на какие коалиции не пойдем. Ну, но, как мы знаем, да, то есть, произошло раздрай между возможной коалицией, то есть, ФДП не стал создавать вот эту гемайку-коалицию, которую сейчас ему, в общем-то, снова предлагают. Соответственно, вот, твой вопрос вполне закономерный, то есть, я как раз-таки вижу, что, да, сейчас они пытаются найти вот такую коалицию между тремя игроками, но мне кажется, что ни одна из возможных коалиций, а их две, да, то есть, не очень, не очень жизнеспособны, поэтому я вполне себе даже вижу, вот, снова коалицию между СПД и унион, и, в принципе, там сейчас поменятся просто роли, если СПД станет главным партнером, младшим партнером, то есть, я такое вполне даже не исключаю. Ну, это как те же яйца, но ведь сбоку. Ну, кое-что математику, да, сумма, как там, перестановки слогаевых, сумма не меняется. Ну, вот, 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 вот об этом я хочу сказать. Ну, да, ну, сменится, опять-таки, фронтмен появится, новое лицо. Ну, и то спасибо, да, в принципе, ну, как бы, да. В принципе, то есть, я не вижу, вот, если говорят, там, Ямайка, да, то есть, я не особо вижу перспективность этой коалиции, почему это не сложилось в 2017 году, почему вдруг должно сложиться в 2021, когда, в общем, да, ну, более радикализировалась, скажем, партия зелёных, да, то есть, она стала ещё более, ну, скажем так, продвигать свои идеи, то есть, и мне не совсем понятна вот эта коалиция, возможность её, и совсем я плохо себе представляю коалицию между ФДП, СПД и зелёными, то есть, она ещё меньше. То есть, это такая коалиция, где они между собой поругались и вышли на заседание, когда друг на друга сидят, так, обидчиво друг на друга смотрят, так, пилеры их вышли, опять поругались между собой, да, и зашли на заседание. Ну, то есть, я даже не вижу там каких-то пунктов соприкосновения, да, то есть, повышать налоги, да, то есть, это как раз таки против, то есть, это и имущественный налог, это и... Северный лоток, как в СПД, да, зелёный и нет. Ну, это, кстати, ну, это можно, я думаю, не договоряться, это как раз таки не проблема, да, то есть, именно вот проблема экономических вопросов, которые между ФДП, СПД и зелёными, то есть, там действительно очень большая пропасть, да, то есть, в общем-то, ФДП не согласны не по этому экономическому пункту, который предлагает, ну, там, скажем, более левая, скажем так, партия, поэтому мне вот вполне даже считают, что они сначала поговорят, а потом поймут, ну, а что, что-то менять, мы можем, как бы, вот, раз, матрёшку перевернуть, и, собственно, и вот и новое начало. Вот и слава, да, пока, да, я вот, мне тоже кажется, что ничего особо не поменяется. В этот раз, по-моему, левые вообще не пришли. Прошли. Прошли, прошли. Там 4,9, но они, по одномандантному... Ну, вот из-за того, что они выиграли, то есть, по... Три человека прошло напрямую. И поэтому вся партия проходит. И даже, как бы, при расчёте там как-то... Ну, там не перерасчёт, то есть, в принципе, они не проходят по земельным спискам, да, то есть, вот, но так как у них есть три одномандантника, которые выиграли выборы прямые, да, то есть, только получается, что и вся партия получает вот эти свои 4,9% распределённые в парламенте. Весен 39 человек, ну, это немало левых. Ну, это им плохо, то есть, я считаю, что парламент должен состоять из разных сил, конечно, в рамках конституции, да. А вообще этот принцип, что, получается, граждане выбирали, ну, было два списка, партию, да, и что там ещё, и потом локальную группу, да, и бундесканцлера, нету прямых выборов. То есть, это, по-моему, там, с 30-х годов в Германии, знаешь, как бы, нет, люди не могут выбирать канцлера, пусть представители людей выбирают канцлера. Как вы считаете, это правильно или нет? Ну, это принцип парламентской демократии, то есть, вот так он работает, то есть, ну, это... Да, все равно, так или иначе, выбираешь партию, да, потому что этот самый канцлера, ну, будет какой-то партии принадлежать. Я проводил в группах, когда там опрос, политика это бизнес, знак вопроса, ну, 99% сказали да. И у меня мысль пошла, если это бизнес, представим, что государство это, ну, как компания какая-то. Директора выбирает, да, там, совет, ну, каких-то директоров, ну, коммерческого директора или SEO, ну, что кто-то руководил, потому что главное результат. Я вот думаю, может быть, вообще выборы в странах демократические, это какое-то неправильное мероприятие, должна кучка людей брать профессионала на роль главы. Ведь люди же, не факт, что большинство хорошо разбирается в политической ситуации. То есть, это американская система, ну, принято, система выборчиков. Ближе даже к монархии я бы. То есть, вообще вот так. Да, что это я тогда начнется, знаешь, что она тоже... Кто у нас будет кайфер? Кто будет кайфер? Нет, ну, это все равно, что, например, там, футболисты, потом санитары, массажисты выбирают тренера команды. Ну, выбирают же профи, берут профессионала. Не спрашивают же каждого футболиста, а давай мы возьмем вот этого. Им ставят. Ну, это же бизнес, как мы поняли. Или это уже не демократия? Ну, это уже не демократия, конечно же. Ну, в демократии такого нет, да, то есть, в принципе, есть вот американский такой промежуточный вариант, да, когда вроде как выбирают люди, но они выбирают, в общем-то, кому они отдают, делегируют свои голоса. Вы знаете, что у меня американский выбор ассоциируется с бейсболом? Это всегда красиво и никогда не понятно. То есть, вот как в бейсболе, я когда в то время прям компьютерную игру скачал, ну, как понять принцип? Так же и выбрать. Смотришь, численностью у кандидата номер один больше, а выигрывает второй. Ну, мы тогда можем подумать, а профессионалы тогда это кто? Как вот выбрать профессионалов? Кто это люди? Или вверхе, кто не может выбирать? То есть, сразу возникает вопрос, кто не может. Да, да, а судьи кто? Хорошо, возьмем опыт больниц, когда набирают хирургов. Ну, кто-то же выбирает хирурга, кто будет оперировать? Нет, это понятно. Ну, вот хороший такой пример. То есть, давай попробуем представить. То есть, кто не может голосовать? Ну, например, может быть те, кто... Ну, вот как я, к примеру, кто не имеет гражданства, да? Да, и я не могу голосовать. Ну, вот, понимаешь? Нет, кто не имеет гражданства, мы такие не голосуем. Мы такие не голосуем, да. А из тех, кто имеет гражданства, уголовники, например, могут иметь право или не могут? Ну, с уголовниками вообще, к ним же, по-моему, не дай бог, чего только не так. Это же человек должен быть потом реабилитирован и не потерять свои права. Поэтому, это ты их уже оставь, по-моему, это. То есть, они могут. Они могут, нет. Нет, просто тут мысль прошла, что большинство выбирает путь страны, но не всегда большинство права. Нет, это понятно. История всегда часто бывает большинство не права. Ты понимаешь, то есть, ты хочешь сказать, что народ, он, ну, как бы глупый, как бы считают от политики, да? Нет, нас слушают, нас смотрят, народ всегда умнее политиков. Всегда. Вот, когда смотришь какие-то форумы политические, любой страны, то есть, там четко есть спецы по внешней политике, там, что бомбить, что не бомбить. Есть экономисты, которые четко знают, как любую страну сделать, там, второй, третий, Швейцарии. То есть, как бы народ, наоборот, он разбирается. Ну, просто... Нет, просто нужно кого-то исключить. То есть, туда надо... Либо назначить, кто бы, вот там, ну, как в суде, 12 человек, старцы, назовем их так. Вот, мы для нашей команды под именем Германии берем тренера Олафа Шойца. И еще никого больше не спрашиваю. То есть, а надо выбросить их старцу. Кто эти молодцы старцы? Тогда нужно ввести владельческие строи заново, потому что, если никого не спрашивать, а назначать его батьку и говорить, а вы, вот, пожалуйста, слушайте вот этого, и все будет у вас ништяк. Ну, как-то, я даже не знаю, все-таки мне Швейцария как-то ближе по ее устройству в этом плане, что все-таки все голосуют, все решают и живут себе неплохо, судя по всему. Ну, может, это повезло им. Им повезло, я согласна с тобой. С течением обстоятельств такое. Да, вот кому-то таки повезло. Кстати, когда я ехал на запись, думаю, ну, вот выборы только вот прошли, еще коалиция не собрана, а уже топливо поднялось в цене. Не заметил? У меня сегодня, да, у меня еще из прошлого. Еще, я же не за кого выберу. Я заправился, да. Еще вроде бы, еще тепленькие бюллетени лежат где-то, а уже пошла вот политика зеленых. Ну, потому что не в любом, что в какую-то калицию не выбрать, они уже там. То есть, как бы вам говориться ни говорили, то и зеленые в любое калицию. Ну, вот у зеленых, у меня такое ощущение, что это сейчас станет самая дорогая партия. Потому что от них будет много зависеть, куда они приткнут. То есть, их надо будет реально, ну, выкупать. В хорошем смысле этого условия. Ну, так, конечно, и происходит. То есть, партии, которые, например, получают определенное количество голосов и, возможно, для торга, да, чтобы создать количество, то есть, это, конечно, получается такой козырь, и они этим козырем торговывают в хорошем смысле. Но это, в общем-то, часть послевыборная, скажем так, есть предвыборная, да, то есть, там, коалиции так тоже существуют, а есть пост-выборные, подковерные игры такие, да, то есть, это тоже часть игры большой политической. И, кстати, в этот раз после выборов будет еще больше депутатов. Было до этого 709, а сейчас 730 с чем-то. И всех надо кормить. И всех, да, надо. Причем по жизни. Жизнь сложно остановиться. Я думала, больше голов там, чтобы решали. Зеленые, партия зеленые. С чем ассоциируется? Ой, с мадам, модель Бербок, конечно, с ее корявой речью, извините. Вот. Она нас не слушает. Она не слушает. Можешь мочить, мочи про нее по полной программе. Да, вот она у меня ассоциируется с десятиклассницей, которой нужно сделать доклад, она боится, запинается, и вот как-то не складывается у нее. Но зато очень много энтузиазма. Наташа, такой вопрос. Ты сказала, что с Меркель ты бы не села бы за один стол за рюмашечкой. А с Анной Леной Бербок, она говорит, ну вот я послушала программу, я хочу вот что-то, а во мне мнение немножко изменилось. Я не десятиклассница, я выпускница. Я одиннадцатиклассница. Поэтому уку выбить, да? Я предлагаю вот на брудершафт. Ты с ней сядешь за один стол? Ну, на брудершафт я... Ну, я образно. Ну, образно, да. Ну, почему нет? Шестер-шафт уже. Ну, почему нет? Я бы прикололась, потому что я считаю, что она забавна. Ну, я не имею в виду, так сказать, вернее, я имею в виду только ее, так сказать, внешнюю сторону, да, посыл там и манера разговаривать, манера, да. Вот. Ну, почему нет? Вопрос только что пить будем, потому что, значит, мяса мы уже есть не будем. Ну, значит, это уже... Я только рот открыл, что тут уже есть из формата исключений. Нет, да. У нас потом мы что, вот как бы, ну, хорошо, значит, мы истребим коров, они пукают, извините. Вот. А дальше, значит, что у нас с напитками будет дело, как обстоятельства. Я думаю, отрезвая жизнь. Что неплохо. Столько я... Нет, это я думала, что будет очень сложно. Очень. Вот, так что, ну, да. Жду приглашения, знаешь. Я думаю, передадут. Дим, зеленый. Идеалисты. Вот, одним словом, это идеалисты, да. То есть... В хорошем смысле это... Ну, в принципе, идеализм, идеализм он неплох, да. То есть, и, в общем-то, зеленые идеи не так уж мне чужды, в принципе, да. Но мы же говорим, в общем-то, о том, что у нас мир-то глобальный, да. То есть, мы не можем, допустим, отказаться от атомной энергетики и сказать, какие мы замечательные ребята, когда у нас есть Франция с атомными станциями. У нас есть в Бельгии не просто с атомными станциями, а уже с разрушающимися атомными станциями. Ну, там и парочку реакторов, которые уже находятся в Красной книге, по-моему, да. Вот я говорю, да, то есть, вот, а мы говорим, что вот мы впереди планеты всей, да, то есть, мы делим мусор, а при этом, там, в Шри-Ланке, да, у берегов Шри-Ланки, там, и тонет лайнер или танкер, да, с тоннами, тоннами, не просто, там, химикалик, да, то есть, а вредными. Ну, то есть, это, и после этого, да, то есть, мы вот в маленьком, вот в отдельной, так сказать, взятой точке планеты, да, пытаемся, в общем-то, через эту точку улучшить весь климат. А происходит практически так, да, то есть, мы хотим нейтрализовать, в общем-то, на всей планете, да, и поэтому, в общем-то, за счет одной маленькой точки мы пытаемся нейтрализовать все. В связи с скандалом, помните, когда вот Германия была в какой-то момент единственной страной, которой хотели запретить дизельные машины, вот, как ты видишь, это точка, потому что, может быть, Германия хочет стать этим, знаешь, вот этой точкой, моделью для других, то есть, вот мы будем вот тут здесь экспериментировать, то есть, Америка вышла со всех договоров, Китай и не входил, и не входил, и не войдет, и не войдет, то есть, там, в каждом дворе коптилка стоит, да, а Германия говорит, а давайте мы покажем модель будущего, то есть, мы без машин, двигатель внутреннего сгорания, у нас вот зеленая энергетика, у нас уже зеленая энергетика. Просто была вот интересна тоже такая картинка, знаешь, очень так вот, визуальное мышление, то есть, оно очень так помогает вообще, ну, как бы, понять, да, весь абсурд, да, то есть, вот, когда произошло наводнение, я очень думаю, вот представь себе, что у нас нету ни дизеля, у нас нету, да, то есть, вообще, двигатель внутреннего сгорания, да, то есть, для машин, да, и когда там вырубило вообще, обесточенное. Давай, вижу, где такой, выходит спасатель с палкой. Ну, практически, да. Затопленное село, и спасатель вышел там вот, соломиных этих, собаками с видеопалкой. Да, в принципе, да, то есть, вот, как-то вот у нас же развивалась, да, то есть, вот, некая линия, да, там, от лошадей, мы там приходили, какие-то, ну, прогресс, да, вот, а сейчас нам предлагают, вот, мы достигли какой-то точки, а сейчас мы возвращаемся обратно к лошадям, ну, в принципе, да, то есть, вот это происходит, потому что, ну, никакой альтернативы пока нам, ну, не предоставлено. Да, хорошо развивается, там, и автомобильная индустрия, да, то есть, там, появляются машины нового типа, да, которые, там, даже их хватает, там, на 500 километров, да, замечательно. Ну, если мне включать кондиционер, то, знаешь, там. А если не включим музыку, кондиционер, да, то есть, там, на 500 километров ехать, включи музыку. Да, и вы же вообще не говорите при этом. 350, да. Рюкзак оставь нам, нижние 2 килограмма у нас просадышка. То есть, я не говорю, что, ну, прекрасно, да, давайте, там, развивать, то есть, постепенно, помогайте, там, действительно, автопрому, да, чтобы они создавали новые модели. Но вы сначала что-то создайте, а не просто, да, то есть, мы сначала запретим, а потом, ну, и посмотрим, что из этого выйдет. Вот, как-то, вот, такой радикализм, да, то есть. А этот эффект, что и девочка, которая, я не знаю, на школу закончила или нет, стала миромым. Не закончила она? Да, наверное. Ну, она там пропускала много лет школы. Ну, это не важно. И засчитали, стала миромым экспертом по окружающей среде. Я помню эти кадры, когда с твоей любимой Ангелой Мергель, она вот сидела, и Ангела Мергель, девочка, и прям вот, ну, разговор двух серьезных людей с экспертом. Ну, я так представил, в Германии огромный, наверное, я не видел аппарат, который занимается окружающей средой. Там, ну, сотни людей. И вот девочка такой, шпингалет пришел и поставил крест на всем бюджете, на всех этих зарплатах, этих чиновников, которые меряют кислород. И вот пришла девочка, говорит, тетя Ангела, все не так. Вот как этот эффект? Как в 21 веке это возможно было, вот этот проект, который вот-вот выстрелил? А вот в случае, да, вот от клипового мышления, мне кажется, да, то есть, который вникает во все сферы. То есть, вот клиповое мышление, то есть, мы видим какую-то картинку, мы не вникаем вообще в суть, и после этого эта картинка начинает влиять на все, то есть, скажем, тоже мне, ну, многие же это говорили, нужно миграции, то есть, позволить там вот этой миграции, да, то есть, людей из востока отсюда, и, в общем-то, может быть, это бы все, и еще бы до сих пор бы мы об этом говорили, если бы у него одна маленькая картинка выброшенного берегами, да, то есть, маленького ребенка. И все, понимаешь, вот одна картинка способна сейчас в наше время изменить вообще очень многое. И то же самое с Гретой Тунберг, то есть, действительно, вот такая картинка сидящего там ребенка, который там вроде как прогуливает школу, а вроде как за что-то он там борется. И вот эта картинка вот так действительно была востребована обществом, и так способна была изменить наше общество, и изменить, в общем-то, вообще, ну, действительно, то есть, не только экспертом, да, то есть, и это движение стало действительно диктующим повестку дня, повестку, ну, то есть... Ну, после ее появления во многих странах прямо конкретно начали поднимать эту тематику, и мы видим даже по выборам в Германии, которые прошли зеленые, ну, нормально за них молодежь проголосовала, да, то есть, в принципе, их можно поздравить с этим результатом зеленых. Более того, они же выиграли во всех больших городах, а почему, да, что такое большой город? Это там, где есть университеты. Там, где ездят машины. Да, ну, с одной стороны, а с другой стороны, то есть, это города, университеты и молодое поколение, которое тоже, так, скажем так, более идеализированно там настроено, да, то есть, когда-то, в 60-е годы, то есть, в общем-то, почему поливела вся Европа, да, то есть, из-за студентов, из-за нового поколения профессоров, которые, вот, решили сделать вот этот радикальный слон, да, больше такой, пополивение. Сейчас, вот, это поселение, да, практически. Абсолютно. Вот, но если мы посмотрим, в принципе, да, людей, вот, многих, там, и в Германии, и в других странах, то есть, и с высшим образованием, и молодые, и динамичные, то есть, вот эта тенденция к тому, что, там, отказ от мяса, например, да, то есть, это, очень многое там, вот, связано именно вот с этим зеленым мышлением, да, то есть, именно, что, вот, я живу по зеленым принципам, когда-то было, вот, красные принципы, в 60-е годы, а сегодня, вот, у нас, можно сказать, вот, зеленые принципы, да, то есть, во всем. Ну, да, которые нам, в общем, навязывают таким вот способом, создали вот образ этой девочки, которая, конечно, в силу своей болезни еще, но в какой-то мере становится очень убедительной, потому, что это, этот ее фанатизм, так сказать, который, с которым она все, да, понимаешь? Я видел ее первое выступление, по-моему, но я не помню, я, по-моему, ассамблея ООН, где она вышла, я не хочу обидеть никаких девочек. И не в коем случае. И ее тоже не хочу. Конечно. Я хочу высказать свое субъективное мнение. Я ее, когда включил, ну, пошла картинка, и еще звука не было, аудиодорожки. И на меня смотрела кукла Чаки из фильма. То есть, я испугался. Сидит дядька возле монитора, я думал, что-то началось, но почему ребенок объявляет на Мань эту третью мировую войну? Что же взрослых не осталось? То есть, кто должен объявить, там, знаешь, что все, вот уже эти снаряды летят, 40 секунд, я Манька. И потом звук пошел, и она говорила, думаю, что-то вроде бы картинка намного зловеще, чем посыл. Посыл-то как бы нормальный, спасти планету, у нас пока другой нет. Но сам этот эффект, и опять же, должен отдать должное маркетологам, этой девочке. Это как Солов Шольц, мне его предвыборная компания в графическом вопросе понравилась. И вот кто сделал этот проект, сделал, это просто шляпу снимать. Совершенно верно. Очень красиво, грамотно, если ребенок может испугать дядьку перед Манидором, то я представляю, что пережила твоя любимая Ангела Меркель, которая сидела на социальной дистанции локтора метра от девочки. Сейчас кусит. А там, судя по всему, она могла бы перепрыгнуть с социальной дистанцией и очень быстро. Да-да. Понимаешь, просто у нее же родители из артистической среды, да? Ее режиссер, ее отец режиссер. Соответственно, много ему, наверное, и не приходилось, так сказать, делать с ней какие-то там профессиональные вещи. Сидит батя вечером, она говорит, не верю. Нече раз. Ну, понимаешь, ты знаешь, я подумала об этом только один раз. Так я ей верила всегда, да? Слушай, я до сих пор верю. За исключением того, одного единственного ее выступления, когда она начала, как вы можете, и вот человек берет бумажку, говорит, как вы можете, и как бы там дальше не лезть слезы, все, я не верю, потому что если ты говоришь это так и с таким посылом, закрой бумажку, не можешь дочитать. Она же по-английски говорила. Это не важно, она, она, почему, она говорила по-английски на английском языке, извините. How can you do? Нет, тогда это прощает папы, потому что папа должен был не столько раз репетировать, чтобы она эту бумажку закрыла. И вот тогда это было бы действительно фурор. На крайняк, когда не хватает слов, есть проверенный метод. Сними башмак. Да-да-да. Ну дай пару раз, чтобы так привлечь к себе внимание. Она, кстати, недавно была в Берлине, девочка. И в пятнице, когда дети пропускают школу, типа, собрала свою движуху. Ну да, молодежь как бы идет, мне кажется. По пятнице, мне, например, прогуливают в школу, я бы тоже пошла, у меня такого необычного. Я бы пошла. Я бы всю неделю был с ней, а не в пятницу. Это они по школе делают, ходят там, знаешь, а на улицу. Можно, да, действительно. Конечно. Главное об благородной цель на тебе. Не скажешь ничего, конечно. Хотя учителя и пытались как-то там вякать что-то такое, чтобы учиться надо, ребята, и в пятницу тоже. Но, в принципе, конечно, после такого... Нашу сейчас веселую обстановку, давайте как раз в этот эпизод всунем предвыборную кампанию Армина Лавшетта. Ну, все-таки он от нашей земли. И его эти проколы предвыборной кампании. Первый вопрос. Он сам прокололся? Или второй, это были специальные проколы. Кто-то сливает партию. Ты вопросы задаешь. У меня опыт работы в Режидорф по-русски задавать вопросы. Я не журналист. Это опыт. Это опыт. Ремесленничество. Как вот так ребром? Ну, смотри, я как, я наивно думаю, если... Ну, бундесканцлер это очень серьезный человек. Не только в Германии, в Европе, в мире. То есть, встречаются лидеры и всегда будет, грубо говоря, бундесканцлер. Кем бы он ни был. Я не верю, что им не занимаются. Что нет людей, которые там ставят речь, которые его одевают, которые занимаются его походкой. Которые его учат, обучают, отвечают на вопросы, задавать вопросы. И эти проколы... Ну, мы знаем все эти проколы. Наводнение стоит, смеется. Еще снесен в язык. То есть, прекрасно понимают, что куча камер. У меня вот сразу возникло, это действительно он такой, как я, наивный и искренний. Либо это кто-то сливал четко весь этот процесс. Ну, его же не заставляли смеяться. То есть, можно сказать, что если это было специально, кто-то придумал какой-то анекдот очень смешной. Ну, его пихнул, толкнул. Поэтому, что он так засмеялся, да, то есть, мне кажется, ну, его личные проколы, я не знаю, с чем это было там связано, ну, нам трудно сказать, но это действительно был такой очень серьезный прокол, он сам об этом говорит, что, в общем-то, это, в общем-то, и повлияло, в общем-то, на вот... Мне понравилось, что отвечали ему в Твиттере, когда он после этого написал, что да, там, ну, так получилось, мне сказали, и мне понравилось ответ, он говорит, так напишите хотя бы шутку. Ну да, идем уже дальше. Следующая тема, когда он позвал тяжелую артиллерию, ну, типа, в поддержку себя, это Кличко. Был съезд молодежи от партии, и там выступал Кличко, как бы вот, ну, не то, что он там за Лаши, но он, типа, там, дал советы партии, как, ну... Большой советчик. Ну, я это знаю, ну, лично мне... А может, это угроза была, все-таки... Если что, сразу как и Налтон. Ну, можно, но такой вопрос. Это так кто-то неграмотно построил, или это стечение каких-то ляпов у человека? А Кричко это ляпы? Не, ну вообще, вот в общем, смех там, ну как-то бундецканцлер. Ой, ну от себя не убежишь, мне кажется, знаешь, все сложно. Потом Аштов, когда были дебаты втроем на телевидении, он же потерял как-то мысль, забыл вообще, о чем вопрос был. Да, и переспрашивал. Это же вообще как? Ну нет, он не на дебатах предвыборных. Вот о чем я говорю. Ты идешь в бундецканцлером, это там третий человек в мире, который решает вопросы. Ну так, по-нашему уже. Но неужели ты можешь потерять мысль, забыть вопрос? Неужели ты можешь при тысяче камер где-то стоять, смеяться, хотя ты прямо вот, как хотел сказать, на линии огня? Ну, значит, может, наверное, ничто человеческое не чуждо. Это я не к тому, что надо восхищаться. Просто мне кажется, что это ляпы такого именно личного плана. Не, он так искренне смеялся. Да, мне тоже кажется. То есть за искренность Оскара. То есть кресла бундецканцлера нет, но Оскар... Оскар за искренность. За юмор, вообще за юмор. А как думаете, оно действительно повлияло на результат? Или это такие незначительные были ляпы? Все равно это люди выразили недовольство правлением партии. Нет, я думаю, что это очень сильно повлияло. То есть это действительно... То есть эти моменты? Да, это такой был момент. Ну, то есть я говорю, да, то есть можно было бы... Ну, никто не говорит, что он там должен был там с каменным лицом стоять все это время. Но так получилось действительно. То есть именно в тот момент, когда президент говорит, что мы скорбим, но у нас там просто... То есть тоже не особо веришь там президенту, что он там прям вот так скорбит. Прям вот у него это... Но он умеется делать мину. Да, ну стандарты какие-то есть же, как себя вести, правильно? По-моему, у немецких президентов только один стандарт. То есть делать всегда грустную мину всегда. То есть вот кто-то помнит, я считаю, сколько президентов на своем веку повидал немецких, то есть я у никого не видел такого жизнерадостного. Один был Вульф, да, но его просто выкинуть за жизнерадость, по-моему, его и выкинуть. Слишком радостно. Слишком радостно. Слишком радостно, да. Мне кажется, вот в политической такой вот элите как-то принято, что вот президент занимает роль такого грустящего Пьеро. Угрюмого. Угрюмого. Угрюмого, грустящего такого героя. Я думаю, знаешь, он как джентльмен, я сейчас скажу мысль и заранее такой как бы бэкграунд, я бы хотел бы с ним тоже записать подкаст, поэтому я для него нашел оправдание в этом случае. Он как настоящий джентльмен сам организовал эти ляпы, чувствуя, что партия не будет на первом месте, и чтобы не на Меркель все камни летели, а чтобы думали, что это из-за него партия проиграла, из-за его ляпов. Он так вывел из этого камнепада Ангелу Меркель. Ну так как он ее всегда поддерживал. А она его не всегда. А я не вижу эту луну. Ну вот посмотрите, Анаша, мы как бы вообще не стоим, что вот его ляпы, это же не ангелы Меркель ляпы. Он всегда повторял слова Меркель, то есть поэтому в общем-то и стал такой фигурой в ЦДУ, потому что за ним водилось, что он прям вот слово в слово повторял то, что говорила Меркель. Вспоминал, смотри. Возможно, это не коррегизм, но возможно. Господи наш, мы вам тут речь написать будем. Возможно, это некая влюбленность в канцлера. Ну а что ей, собственно, будет? Она все равно уже уходит и все уже ко мне. Я бы на ее месте. Можно на ее улетелить? Осталось. Не уходи. Ну а на чем? Есть там маленькие, чисто технические. Распустить парламент и еще раз пересобираться. Ну как-то так. Обнулировать. Обнулировать. Да, как-то пол-пол-брутика там еще можно. Но мне кажется, она, конечно, устала. Я не думаю. Устала. Устала. Не хочет уже больше. Ну она же когда-то говорила, что она разведется с мужем, ей там куда-то вырубай или куда-то прогонит. Вот. Ну ничего. Вот это плавно. Встреча с попугаями, то есть это была подготовка. Первая, да. То есть есть она. Изучает, изучает. То есть есть она. Да, 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 да. Так что и вроде как это, я конечно не знаю, но это пару лет назад. А такая еще мысль. Она как вы думаете, она вообще с политикой завязана или все равно пройдет полгода-год и она же может быть где-то в Брюсселе кем-то отвечать за Европу? Она может, ну неужели человек так просто говорит, все, политика, все. Ну она же не сказала, что все. Она говорит всем, говоришь, посмотрим. Я сейчас. Пошмем, увидим. Да. То есть, ну почему нет? Да, отдохнет. Где ты сказал? В Варгвайе? Да. Или Варгвай, или Варгвай. Слушай, как ты ее любишь. Кто-то ее отсылает. Нет, нет. Как-то я писала статью эту про нее. Поэтому я прекрасно помню. Мне это совершенно поразило. И главное, что она не была оспорена. То есть обычно, если это какая-то... А в Варгвайе, кстати, много немцев. Их там вообще с тех времен, когда в Крым еще, да. Вот. И что значит вроде как она собирается... Да я не думаю, что на следующих немцев будет популярно. Я не знаю. Кто-то еще остался. А чего сейчас она хочет с ними развестись? Там не было деталей? Нет, она не рассказывала. Это еще два года назад было, по-моему, даже три. Нет, два, да? Вот. И вроде как этот Хельга Браун, да? Я почему-то думала, что это женщина, честно говоря. Извините. Извините, пожалуйста. Кто это? Кто это? Вот. Это же... Если есть первая леди, это первый мистер. Первый мистер. Он секретарь, да, по-моему? Да. Ну, короче говоря, вот они вроде бы спелись. И она забирает его с собой. И собиралась она читать лекции в университетах. Поскольку она везде... Там? Извините за выражение. Член, да? Всякие там были почетные. И по миру собирается она ездить и всем мозги, извините, промывать. Вот. Ну вот. Никто это не оспорил. Знаешь, никто не написал, что вы что, что это утки-утки там, как куры-куры и... А может она выше этого? Еще выше? Я надеюсь... Еще выше. Я надеюсь, что сейчас у Ангели Меркель будет больше свободного времени. Ну дадим какое-то время на посещение там всех зоопарков. Да, да. И может быть тоже она к нам придет в программу. О господи. Я бы, знаешь, вот Дим, вот так посадил бы друг против друга Наташу и Ангели. И так Дим. А что? И дверь закрыли бы. И дверь, знаешь, и там ну минут 15 их оставили. Но буртылочку бы мы оставили на всяких случаях. Ну я столько не выпью, нет. Я столько не выпью. А у меня визуализация разбить и лёдочком о нём. Получается два варианта использования. Давайте к концу нашей программы прогнозы, что ждет страну в новом составе. Что-то плохо? Всё? Это прогноз. Наташа, спасибо. Можно это как-то? Углубить, усугубить. Да как вам сказать? Честно говоря, я бы подождала. Ещё пока с какими-то прогнозами. Но вот боюсь, что после нашего сегодняшнего разговора что как бы всё не осталось как есть. Как есть хорошо или как есть плохо? Ну кому как. Тебе хорошо или плохо? Ты знаешь, мне никак. Потому что я на это смотрю как наблюдатель, поскольку не имею никаких возможностей повлиять. Вот поэтому я наблюдаю. Меня это затрагивает, как и всех, конечно, в плане налогов там, в плане каких-то. Ну это собственно, так сказать, всё как у всех. Вот. А так? Стоит ли ожидать, что прям резко изменится курс политической жизни в Германии после выборов? Или это, как ты сказал, это всё в принципе? Ну мне кажется, пока у нас корона есть, вряд ли что-то изменится. Нет. Но я хотел бы сказать, что мы, кто будут спрашивать, как мы собрались, мы показали документы все. Нам здесь охрана в студии нашей и медработники проверили. То есть у нас короны нет. Нет, нет. Это всё, нет. Я просто, так сказать, без, так сказать… У нас здесь нет, но в принципе она же как-то не есть. Она лежит дома, да. За отделами она ещё гуляет. Да. В том плане, что пока вся эта пандемия ещё продолжается, то я лично не жду никаких кардинальных изменений. Не в лучшую, не в худшую. Просто потому, что это диктует абсолютно всё на сегодняшний момент, на мой взгляд. Вот поэтому. Принимается. Дим, ты у нас оптимист, судя по твоей публикации. Ты та искра надежды, тот луч света в политическом туннеле, когда вот… Политический спектр мы представлен всеми партиями. Это плюс, да. То есть все партии показывают то, которые прошли, да, пятипроцентный барьер, показывают, в общем-то, более или менее похожие, в общем-то, программные пункты, да. То есть, ну, есть там экономические отличия. Мне, кстати, интересно было всегда замечать, что вот очень поляризировано именно русскоговорящее сообщество в Германии. Потому что у немцев, ну, есть, которые, конечно, так, радикально там настроены против существующей политики. Но, в принципе, да, то есть они как раз таки более более так нейтрально все это рассматривают. То есть даже по выборам, да. То есть если посмотреть, сколько пришло на выборов, то есть 17-й год и этот год, он одинаков. То есть 76 тогда, около 77 сейчас. То есть у немцев, коренных, да, которые тут живут, то есть у них не возникало какого-то чувства, какого-то переломного момента. А вот у русскоговорящих оно почему-то возникало. То есть вот эти выборы, то есть это все представлялось, что практически, вот мы действительно выбираем какое-то новое абсолютно будущее. Жизнь или смерть? Жизнь или смерть, да. То есть если ты там жизнь, то если и за смерть, то есть, или за жизнь. Как ты это представляешь, то может тебе там и впасть, что, да, если кто-то против, то тебе могут даже и смерть пожелать, то есть вот до такого поляризации до такой дошли. Но это именно вот почему-то такой локальный феномен, я не знаю, можно это как-то понять, и нет. Возможно, да, но почему-то вот сейчас именно у коренных жителей нет такого восприятия, что сейчас что-то будет по-новому, или сейчас мы в каком-то действительно таком кризисе, что нужно спасать Германию, как ни странно. А вот у русскоговорящих людей, это самое, что как раз-таки мы в таком моменте подошли, что сейчас нужно как-то спасать нам, русскоговорящих, Германию. То есть мне кажется, что вряд ли нам нужно напрягаться. Я думаю, что партии в любом случае договорятся, то есть нет сейчас действительно каких-то моментов, когда, ну вот, или-или, да, то есть что вот там вот либо так, либо так, либо черное, либо белое, есть моменты, которые могут устраивать, есть моменты, которые не могут устраивать, но в принципе все партии, которые прошли, то есть я не могу сказать, что там были какие-то такие радикальные изменения или позиции по программам, да, что, допустим, там ФДП против, я не знаю, там, внедрение зеленых технологий. Нет такого, да, то есть они все в принципе, все говорят про климат, да, то есть там все говорят про там diversity, как бы мы это не понимали, да, то есть, ну кроме вот отдельных партий, да, которые тоже не набирают ни плюсы, ни минусы, стабильно уже выработала, допустим, у ФД своя там категория. В этот раз немножко мне меньше набрали. Ну, чуть-чуть это, да. Да, там чуть-чуть, но в принципе стабильно можно так сказать. Стабильно, причем вот так как ЦДУ и ЦСУ потеряли в голосах, да, то в принципе вот могли бы перейти, они не перешли. Вот это вот сегодня как раз говорил Мойтан, да, то есть это тоже один из пунктов, которые, возможно, партия пересмотрит, что она более, так сказать, еще более, скажем так, ну, очистится от совсем радикальных элементов. По крайней мере, вот как раз сегодня утром Мойтан об этом говорил, что он сожалел о том, что партия не смогла завоевать голоса ЦДУ, ЦСУ. Я думаю, что вот это тоже будет для них таким уроком, что как сделать так, чтобы все-таки стать именно вот консервативной силой, право консервативной, а не право радикальной, возможно, да, то есть, ну, в принципе, да, то есть я не вижу каких-то там трагедий, то есть я вижу, что парламент будет представлен всеми интересами, которые есть в обществе, и для меня это как бы самое главное, что произошло. Вот, а какая там коалиция, то есть будет, ну, большая коалиция, будет там коалиция Савтофора, Ямайка. В общем, а кто дает те названия? Как можно сказать, когда я давно еще слышал, коалиция Ямайки, и у меня в моем больном воображении такой, Боб Марли, хули, кто это? Дреддер, шляпецы, и я так сижу, и у меня левая полушаря справа не состыковывается, потому что Германия, и Боб Марли сидит в шапке. Не, ну, в принципе, да, то есть это, если это коалиция состоит из унион, ну, хорошо, ФДП, ну, зеленым, да, то есть, ну, в принципе, достаточно разные позиции, то есть, это действительно очень похоже на Боб Марли и его вид, где вообще мира, да? Ну, называй, ну, светофор, ну, светофор, ну, дядя Степа, ну, может быть, да, ну, как-то так, ну. Мне в этом плане американцы нравятся, у них что, не операция, там, острый коготь, ястреб, стыня, потому что это как название фильмов, вот все военные операции Америки, это название с Голливуда, вот, в этом плане, конечно, шоумены те, умеют, умеют просто. Вот, ну, вот у нас, да, там, Ямайки, потом светофоры, вот, но, в общем-то, в принципе, какой бы светофор не был, да, то есть, дорога-то одна. По поводу дороги, какая бы у тебя в машинах не была, все в пробке, в пробке стоят одинаково. Стоять, да, вот, да, вот нас и ожидают, да, то есть, вот такая пробка, которая будет, там, ну, где-то там двигаться, где-то медленно, ну, это, в принципе, сейчас у всех-то, то есть, я не могу там назвать страну, где бы вот таких пробок не было. Северная Корея. Там, да, там, ну, там, да, там все хорошо уже, навсегда. Все, все, главное, не пробка от шампанска, как обедно. Вот, там, да, вот, ну, светофоры бывают разные, вот, а дороги, к сожалению, у нас особых там пока не придумали. Желаем нашим слушателям и нашим зрителям хорошей рабочей недели, чтобы, несмотря на эти все светофоры и Ямайки, лично у вас все было хорошо. Свободно, первое. А политики, а политики там между собой как-то договорятся и без нас. А мы будем, как наблюдатели, просто дискутировать на политические тематики, так как я повторюсь, мы и вы, скорее всего, в политике разбираемся намного лучше и больше, чем сами политики. Ну, так говорят форумы. Дорогие друзья, вам хорошего дня. Большое спасибо Артему Мирошнику за приглашение. Да, вам большое спасибо, что пришли. И, если что, ну, закрывать программу будут у нас все вместе. Вот так вот. Не, ты что, ты помнишь разговоры про Ангелу Меркель? Я в этот момент старался немножко отодвинуться, но, чтобы хотя бы в кадр не попасть с тобой. Да, в обладенческий строй, это все припомнило. Ну, уже все, ну, все, мы уже в обладенческий строй. Ладно, 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 вы это с вами всегда слышали. Давайте уже чего-то. Мы ждем у себя на программе, как и Армина Лашета и Олафа Шольца, а также Ангелу Меркелю, которая сейчас будет немножко больше времени. Да, в общем, все в гости к нам. Дим, у тебя какие-то пожелания есть в твоем стиле? Ну, позитивном там, вот как ты пишешь на Фейсбуке? Я пишу всегда очень позитивно, поэтому я действительно желаю, чтобы, несмотря на красный, желтый, зеленый свет светофора, у вас, да, я знаю, на вашей дороге всегда был зеленый свет. Друзья, пишите комментарии, пишите, на какие темы хотите послушать наши дискуссии. Если хотите стать гостем или поддержать наше молодое начинание, обязательно пишите в комментариях на Фейсбуке, в группе Германия Лайф на странице Исчудорфа по-русски, в Инстаграме, в Телеграме, а также ставьте нам оценки в Apple подкастах, Google. У вас вообще замечательная возможность. Кто не хочет нас видеть, можете нас слушать в Apple, Google и Spotify. Кто хочет еще нас лицезреть, welcome на YouTube. Друзья, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok